Здравствуйте дорогие хозяюшки! Сегодня я записываю видео, которое у меня уже есть на канале. Это видео называется маринованный толстолобик. Там я писала просто, но многим людям непонятно. И мне пишут в комментариях, чтобы я просто написала. Но поскольку длинный рецепт, я вам сейчас все расскажу словами. Итак, покупаем толстолобик. У меня два толстолобика. Большие два толстолобика. Вес 9 килограммов. Когда мы толстолобик разберем, уберем хребет, поубираем все косточки, отрежем хвост, голову. Потом мы нарежем кусочками, как у меня здесь на картинке, кусочками нарежем и приготовим рассол. То есть из 9 килограммов у нас чистый вес получится, толстолобика, 4,5-4,6 килограмма. Ну а вы будете смотреть по своим толстолобикам, какой у вас вес. У меня 9 килограмм и чистый вес 4,6 килограмма. Затем, что мы делаем дальше? Дальше мы готовим рассол. Рассол готовится так. На 1 литр воды мы берем соли. 2-3 столовых ложки. Соль должна быть крупная, не мелкая, потому что мелкая соль очень соленая. Затем, сахар 1 ложка и уксус 1-2 столовых ложки. Все это идет на 1 литр воды. На 1 килограмм рыбы нам понадобится 1 литр рассола. И столько же специй. Это все на 1 литр. Если у вас будет, вот допустим у меня 4,6, то есть 4,6 килограмма, значит я рассчитываю 4 раза, вот какой рассол у меня на литр рассола, значит 4,5 раза я высчитываю сколько мне нужно положить сахара, соли и уксуса. Вот если соли нужно 2-3 столовых ложки, это на литр, на килограмм рыбы, тогда на 4,5 килограмма мне нужно 6 и еще, допустим, 2-3 ложки, это получается у меня 4 раза 8 столовых ложек, 4х2, 8 и еще 9 ложек. Ну вы высчитаете тогда, вы поняли, дорогие хозяюшки, на 1 килограмм рыбы 1 литр рассола. Все, дальше что нам понадобится в рассол? В рассол нам понадобится кориандр, перец душистый, горький, воздика, лавровый лист, ну соль, сахар, уксус, это я вам уже сказала. Затем мы все это заливаем, берем кастрюльку, заливаем и кипятим этот рассол 10 минут, кроме уксуса. Запомнили? Затем 10 минут покипел у нас рассол, снимаем с плиты, остуживаем и в оставшийся рассол добавляем уксус. Также высчитываем на литр воды, на 1 килограмм рыбы, вот это вот на литр воды у нас идет 1-2 ложки уксуса. Вы высчитаете сколько у вас там будет литров рассола, сколько соответственно от рыбы. Все, затем вы накрываете эту кастрюльку и у вас маринуется рыба 48 часов. Проходит 48 часов, вы достаете ваш толстолобик, берете банки хорошо вымытые, чистенькие баночки, берете репчатый лук, перекладываете. Лук можно брать побольше, он дает очень вкусный вкус толстолобику. И перекладываете, берете слой толстолобика, лук, слой толстолобика, лук и все так до конца. И заливаем все это, всю банку подсолнечным маслом. Все, дорогие мои, вот так вот я вам рассказала словами, а кто хочет, может посмотреть видео, мое первое видео, где я просто там пишу. Так что всем успехов, готовьте такой маринованный толстолобик, он очень-очень вкусный, попробуйте и вы не пожалеете. И потом в холодильник его ставите, очень-очень вкусненький, очень такой мясистый получается, ароматный. Так что, пожалуйста, готовьте. Все, до свидания, дорогие мои.